Телекомпания НТВ Плюс продолжает прямую трансляцию из Лондона. Вембли, Англия, Украина. И пока 1-0. Англия впереди, прямо скажем, в невыдающемся по содержанию матчей. Очень невысокий темп. Украинская команда играет от обороны, практически не угрожая воротам Дэвида Джеймса. Дэвид Джеймс, как всегда, угрожает им в основном сам. Своими чудачествами зевнул он удар Тимущука, как-то по хоккейному отбил плечом. Ну и разок выбил мяч в аут. Дэвид, так в общем, больше ничего там интересного не происходило. Дэвид Бэкхэм пока в запасе, но не исключено, что выйдет он на поле. Чтобы провести свой очередной матч за 100. У украинских футболистов ближе всех к этому показателю Анатолий Тимущук. 84-й матч, проводящий за... 84-й матч за сборную. Я сказал, что Слюсарь второй матч проводит за команду Украины. Я ошибся. Вот, судя по информации на официальном сайте Федерации футбол Украины, он до этого за сборную не играл, потому что я поверил английскому комментатору, который где-то, соответственно, не вычитал, что уже Слюсарь играл. Ну, если вдруг я ошибся, то уж не судить строго. 1-0. Крауч забил гол. Посмотрим, изменит ли как-то свою игру команда гостей, которой по большому счету терять нечего. Украина не такая слабая сборная, чтобы бояться здесь проиграть пух и прах. Там с сильно крупным счетом. Потом с Англией все равно делить нечего и разницу мячей с ней не считать. Надо думать действительно о Хорватии 6 июня. Поэтому я надеюсь, что команда Алексея Михаличенко все-таки более раскрепощенно сыграет. Во втором тайме мы говорили по ходу первого тайма, особенно в начале, о том, что может где-то и растеряться. Тот же вот Валентин Слюсар, который нам показывают крупным планом. Хотя взрослый уже мужчина, можно сказать, даже не молодой человек. Все-таки 32 года, далеко не ребенок. Ну, наоборот, можно за него порадоваться, что уже, так сказать, в завершающей стадии карьеры, я думаю, что это мечта любого футболиста сыграть когда-нибудь на Вембле. Я думаю, что Слюсар так всерьез, наверное, об этом и не мечтал. И видите, как в составе национальной сборной, еще и в официальном матче. Памятный для него день, безусловно. Состав, я вам напомню, в которых играют команды. Джеймс в воротах английской сборной. Справа налево оборона второй Джонсон, пятый Фердинанд, шестой Терри, третий кол. Также справа налево полузащита седьмой Леннон, восьмой Лэмпорт, четвертый Берри, одиннадцатый Джерард. И впереди десятый руни, девятый Крауч. Фабио Капелло главный тренер. Андрей Шевченко разминается. Я в первом тайме предположил, что, скорее всего, мы с вами его увидим. А Шевченко, кстати говоря, играл за Челси в матче Куб в Суперкуб Англии против Манчестер Юнайт на этом стадионе. Так что из украинской дружины действительно лучше всех знаком с этой ареной. Пятов в воротах украинской сборной. Ярмаш, шестнадцатый, Михалик, семнадцатый, пятый, Чегиринский, Шевчук, тринадцатый. Это оборона, здесь первый на мяче Дэвид Джеймс. Алиев, восьмой, Слю, девятый, Тимачук, четвертый. Четвертый. Да, четвертый Тимачук. Под четырнадцатым номером играет Сергей Валяев. И впереди пятнадцатый Милевский. Удар Руни. Приличный, кстати, такой удар, вполне. И рядом с ним девятый номер Питер Крауч. Более того, похоже, что кто-то, не кто-то, а, скорее всего, Галкипер чуть задел мяч. Очень здорово Уэйн вышел на ударную позицию. Закрутил мяч, как здорово-то, под дальнюю штангу, смотрите. Чуть-чуть бы еще сумел бы подкрутить. Было бы еще опаснее. Да, мизинцем чиркнул мяч Галкипер, но, похоже, арбитр этого не заметил. Датская бригада арбитров. И Бэкхэм, скорее всего, появится. Нет, свисток молчит. Можно попытаться здесь что-то попробовать сделать украинцам. Милевский выпустил возможности. Тут же отбор мяча. Гораздо больше англичане владеют мячом. Но это неудивительно. Украинская команда явно убирает второго номера. Нарушение правил. Джерард можно пробовать бить. Нет, решил сыграть в пас. Крауч высоковато пролетел для него мяч. Ну и как же так проигрывает ему борьбу защитник. Бэри. Крауч. Бить он вряд ли будет. Леннон. И Шевчук, вон как, широко расставил ноги. Потому что очень резкие обводки у Леннона. Таким образом Шевчук старается занять побольше пространства, перекрыть Миша Леннон. Но я бы не сказал, что Леннон что-то потрясающее изобразил в первом тайме. Поскольку матч не ключевой для команды Фабио Капелло, я думаю, он по этому бэкфу и оставил в запасе. не разделяю с точки зрения многих болельщиков, наверное, в первую очередь следящих внимательно за сбор на Англии, которые говорят о том, что Янг, Леннон, это вот будущее сбор на Англии на флангах. Я пока, честно говоря, близко к бэкфаму, близко даже по уровню. Не только, не столько даже по уровню, а сколько по полезности для команды просто не вижу. Не думаю, что Арн произвел серьезное впечатление на Капелло в сегодняшнем матче, хотя возможность проявить себя у него была превосходная. Стадион постепенно начинает выражать недовольство тем, что сборная Англии не наращивает преимущества. Наверняка за счет замен Капелло постарается освежить Леннон, видимо, чувствует, но и видит, что бэкфаму все разминается. А стало быть, возможно, Леннон осталось не так много времени сыграть в сегодняшнем матче. Коул красиво на Джеральда. Джеральд Руни. Руни на широком шаге не обошел соперника. Алиев пас вперед. Не точно на Милевского. Руни пока лучший, на мой взгляд, сбор на Англии. Самый активный. Больше всего мячи получает. Прям видно, что с удовольствием играет. Еще одна везумительная по точности передача. А Леннон ошибся. В касании попытался сыграть. Знаете, видно, что Руни в удовольствии играет. И так Шевченко. Очень много игрового времени дает ему Алексей Михаиличенко. Я предположу, что Милевского поменяет. Андрей. Вряд ли Воронин. Все-таки немножко разноплановые, более разноплановые игроки. пара Шевченко и Воронин неизвечем пара Милевского. Шевченко. Особенно после того, как выйдет Беком. А я почти не сомневаюсь, что и этот игрок Милана тоже появится на поле. Лэмпорт. Джерард. И прошла комбинация. Джерард ушел с левого фланга. Видимо, может быть, и Капелло ему подсказал. Я думаю, со мной согласитесь на краю Джерард терять. Да, конечно. Сместился полностью в центр. Поэтому еще любопытная схема английской сборной. Весь фланг отданная Шликова. Джерард ушел вообще под нападающего. При этом есть ярко выраженный хав справа. Inside Аарон Леннон. Все-таки Воронина поменял Михаличенко, но, может быть, учитывая и то, что разбит нос у Андрея. 85 матчей, 39 забитых мячей. Близко. Не то, что никто не стоит, а даже не лежит. Воронин 57 матчей. Всего-навсего 6 мячей. Ну и Милевский пока тоже результативностью не радует. 17 матчей. Всего-навсего 2 гола. Назаренко и тот больше забил 8 мячей. Он второй после Шевченко по результативности в национальной сборной. Да и Ротан забил больше 6. И Калиниченко забил больше 7. Так что в общем с нападающими пока с забивным нападающими проблемы, если нет Андрея и Шевченко. А ему все-таки в этом году уже 33 исполняется в сентябре. Хотя выглядит превосходно. Шевченко гораздо моложе в своих лет. Я думаю с ними еще играть и играть. И этот непростой период, который переживает в последние пару сезонов он будет рано или поздно позади. Яшликов с мячом. Фабио Капелло пока отходится без замен. Ничем владелец Борнанглии. Берри. Руни. Руни. Вот для того, что Джерард сейчас как в Ливерпуле играет второго нападающего, а Руни отошел в середину поля. Причем с удовольствием. Милевский пас в сторону Андрея Шевченко не точно. в руках у Дэвида Джеймса. Дэвид Бэкхэм. Это не Леннона провожают, а встречают Бэкхэм. учиться, учиться и еще учиться на Леннону, Эшли, Янгу и всем остальным. Не Эшли, да, да, Эшли. Бэкхэм сразу же вступает в игру, но правда после свиста. у Дэвида Бэкхэма это 110-й выход на поле в футболке сборной Андрея. Кстати, Алексей Михаличенко день рождения отпраздновал в понедельник, отпраздновал его в Англии. 46 лет исполнилась наставника украинской сборной. Пусть чуть запоздал, но все-таки поздравления от НТВ плюс главному тренеру сборной Украины. Ну, говорить тривиально, его команда пытается сегодня преподнести тренеру подарок, и я не буду, потому что не пытается Украина преподнести этот подарок, обозначив изначально, как мне кажется, достаточно ошибочно вот такой настроить, типа, ну, ничья и хорошо. Особенно учитывая то, что по большому счету Украина ничего не теряет, проиграв этот матч, ну, совершенно ничего не теряет. Почему бы, наоборот, не попытаться и не выйти на такую игру, но в которой в конце концов проиграешь, стремясь атаковать, ну, точно никто, скорее всего, не заругает. Все равно задача второе место занятия с Хорватией удачно сыграть. остается более актуальной. Ну, как-то, мне кажется, вот, должным образом настроиться на этот матч команде гостей не удалось. Как-то она так до конца, мне кажется, не понимает, чего же она хочет в этом матче все-таки. Крупно не проиграть, сыграть в ничью, но тогда моменты надо создавать. На цельности на какие-то атакующие действия пока не видно этого в действиях украинской сборной. Более того, присутствуют вот такие ошибки, но если вот Слюсар ошибается, то, возможно, Карас это связано все-таки определенной нервозностью. Но ошибается не только он. 30 минут играть и еще одна замена Сергей Назаренко как раз тот самый, который очень прилично забивает 8 мячей у защитника Днепра на счету и меняет Сергея Валеева. Пока полузащитникам металлистам провести себя не удалось в этом матче. Ну, одному же не удалось потому что он поправился отдыхать. Бэкхэм на поле. Возможно, Агдон Лавхор появится вместо Крауча, который гол забил и с тех пор не имел возможности что-то сделать запоминающимся. Штрафной заработал Токеруни не хватило сейчас чего не хватило опыта крепкости нервов обыграл раз Руни Михалик тот все-таки решил, что не пропустит мимо своего оппонента и решил его сбить. Ну и Дэвид Бэкхэм может попробовать пробить отсюда почему нет? Хотя есть Бэрис с левой ноги может быть отсюда через стенку удобнее крутить. А Бэкхэм все равно совершенно с какой точки выполнитель может обвести стенку и справа на самом деле. Стадион ждет удара Дэвида Бэкхэма. 17 мячей на счету Дэвида Бэкхэма в составе сборной Англии. Ну опасно. Чуть выше ворот, но однако пятых особенно не нервничал. Контролировал воротарь Шахтера траекторию палитмеча. Ну этому-то галкиперу чего волноваться. Он уже в серьезных матчах поварился достаточно. точно. Когда же Бэкхэм забивал последний из этих 17, помните? Давно это было со штрафного. а я очень хорошо помню этот гол это было на чемпионате мира в матче в матче англии эквадора один из двух матчей который так получилось мне удалось посмотреть живьем на этом чемпионате запомнился со штрафом по-прежнему в основном без мяча играет украинская команда и в связи с этим сложно что-то ждать и требуйте от нападающих и мяч до них просто не доходит кауч взлетает в воздух но здесь тимащук эшли кол у них труни играет так как будто мы обещали какие-то сверх серьезные премиальные за этот матч это сумасшедший настроен у уэйна руни хотя вот он как раз наверное один из немногих игроков которым но мы говорили о том что капелла старается вести себя в атакой и давать понять футболистам что никому не гарантированно место в стартовом составе вообще конечно за такой надо наказывать на руне вместе с мячом в мяч что он играл но он по верхней части этой сферы проехался ногами а всем остальным своим весом попал чуть не попал прилично по ногам али агрессивно очень сыграл военруни капелла дает понять что руне его первый выбор среди нападающих и тем не менее несмотря на вот это руни не позволяет себе расслабляться играет с полной самоотдачей хороший пример профессионализма для любого сборника не только английского и и и и и пола это знать как касательно сборной англии пока все-таки самое любопытное как мне кажется даст или капелло расставить джеррады но вообще не расставить а решить вот этот разрубить горди и фузи лэмпорт джерр не виден ни тот ни другой очень ярко играет руни может ярко сыграть там бэкхом перри в каком-то матче нападающий но такого чтобы и лэмпорт и джерр блистали сегодня очень ровно играет сбор на англии спокойно так без блеска вот в такой спокойной игре как-то вот оба полузащитника растворились но я так а украинский сборными лески пас потери мяча фабио капелло кому-то показывает что он доволен действиями во втором тайме англия играет с как-то мне кажется более солидно что ли темп повыше стал во втором тайме более интенсивных футбол мы с вами смотрим и по-прежнему счет первой таймы не меняется 1-0 вот краучи пока что единственный в этом матче краучи по одну мяч в сторону ворот вот он пятый болельщики украинской сборной оживились но притормозила их команда развивая свою атаку вот он 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 Вот оркестр, развлекающий публику. Еще одна придача штрафная. 20 минут до конца матча. Пока не очень заметны миланцы, Шевченко и Бекхэм. 15 матчей, еще ему до рекорда Питера Шилтона. Я думаю, что вряд ли он его побьет. 15 матчей многовато. Надо практически гарантированно года два еще играть. Ну вот с учетом чемпионата. Надо поехать на чемпионат мира и сыграть во всех матчах. Тогда да. Ну, замечательная интрига для английского футбола. Бекхэм побил уже рекорд таких людей, как Бобби Чартер и Бобби Мор. Бобби Чартер и Бобби Мор. Ну и, кстати, Бекхэм может стать единственным в Англии футболистом, который сыграет на четырех чемпионатах мира. Между прочим, я думаю, что ради этого Капелло его обязательно возьмет в следующем году в ЮАР. по три чемпионата мира у целого ряда игроков было в карьере. На четырех чемпионатах ни один английский футболист не выступал никогда. Так что у Бекхэм есть шанс войти вот так вот очень серьезно в историю. Потому что такую цель, конечно, можно перед собой поставить. Четыре чемпионата мира Джонсона получает желтую карточку. Но ее нереально сложно в цели выполнить, поскольку настолько не человек это зависит. От такого количества обстоятельств. Определенно суета здесь около угла штрафной площади английской сборной. В следующем результате ходит за пределы поля. Мелевский поставил корпус. Шевченко вообще даже мяч не дают принять. Вот сейчас удалось ему штрафную заработать. Попихнул его Джон Терри в спину. Времени еще, на самом деле, достаточно много для того, чтобы изменился его счет. Вот иначе в какую-нибудь сторону. И редкий случай, когда штрафной выполняет сборную Украины. Мяч штрафной 1-1. Вот коллега Уткин зашел в студию, закончив комментировать Испанию и Турцию. И на фарт зашел. Оставайся, Василий. Может, Украина еще запьет. Да, уже 1 апреля закончился. Это не шутка. 1-1. Вот зачем Джон Терри. Помните, мы обращали внимание в первом тайме на эпизод, когда он подтолкнул в спину грубовато так достаточно Мелевского. Да, здесь, конечно, Джонсон сыграл, как столбик от него мяч. Очень нелепо отскочил в сторону, прямо на ногу. Кому? Андрею Шевченко. Еще больше увеличивает свой отрыв Шевченко в списке бомбардиров. 40-й гол Андрея. 86-й матч, 40-й гол, с чем мы Андрея поздравляем. В общем, мы ждали его выхода на поле. Алексей Михайличенко дал ему достаточно много игрового времени для человека, который практически лишен игровой практики. В общем, вполне отрадное событие. Вот что значит голевое чутье. Это же не какая-то эфемерная вещь, а вполне конкретная. Шевченко занял при выполнении стандартного положения ровно такое положение в штрафную площадь, такую позицию, в которую вероятность отскока, вот такого дурацкого, как от Джонсона, была, по мнению Шевченко, наиболее высокая. И он, собственно, и подкараулил этот отскок там, где и нужно было его караулить. И в одном касании перекрыл мяч ворота. Зато мы с вами получаем отличную концовку, потому что сборная Украина на данный момент исполняет то, что хотела. Она играет в ничью на радость вот этим вот, и не только этим, воречку. А сборная Англии лишает на данную минуту себя возможности начать, как обещал Фабио Капелло, со следующих сборов подготовку в финальной части Чемпионата мира. В общем, сейчас футбол мы с вами посмотрим, наконец, и Ашликову с мячом. Подача, даже это не подача, прострел, и Пятов не особенно-то ожидал такого действия со стороны Ашликова. Позакрываю я тут все информационные таблички, чтобы уже на них не отвлекаться. Сейчас пойдет игра. Настоящая. Дэвид Бэк ему мяча. Подача. Пятов здорово играет кулаками, и можно здесь... Ох, как здорово сейчас. Алиев-то проявил выдержку, да? Было ощущение, что он выбьет сейчас мяч. Вторым касанием куда подальше. Нет. Взял паузу. И за счет паса пытался выйти из обороны. Это нервно Джон Терри играет, мне кажется. Неоправданные фолы. Вот в первом тайме был ненужный фол. И Шевченко, после которого гол был забит штрафной, тоже заработал Андрей, но в ровном месте там ничего опасного не происходило. Владатель золотого мяча с мячом был не так давно. Андрею Шевченко вручался этот ценный приз. Конечно, тренером виднее, кого ставить в состав, кого не ставить. Выпускать на весь матч, на часть матча. Поэтому не будем давать советов Алексею Михайловичу. Сам все прекрасно знает. Просто жаль, что мастеров такого класса, как Шевченко, не удается посмотреть на протяжении 90 минут игры. Руни с мячом. Руни входит и в ближний бьет. А как легко себя позволил обыграть Назаренко. Мне кажется, он не прав сейчас. Давайте посмотрим. Или это было не Назаренко? Что бы здесь сделать Назаренко? Это Слюсарь оказался на месте правого защитника. Райд Филлипс готовится к выходу на поле. Ускорить, убыстрить атакующие действия сборной. Бэкхэм справа пока в игру толком не вошел. Ну, в общем, по такой игре Бэкхэм нужен по большому счету только для того, чтобы подавать штрафные угловые. И уже это усиление игры. Даже если он не со стандарта ничем себя не проявит. Крауча меняет. Интересный ход Капелло. Все-таки Крауч мог бы сбросить головой какой-то мяч куда-то там штрафной. Но Капелло вот такое решение принимает. Очень неожиданно, на мой взгляд. Он меняет столба такого высокоруслого футболиста на быстрого моторного Райта Филлипса. Сейчас поменяется игра сборной Англии. И вот такой вариант расстановки и такой выбор состава он лишает сборной Англии возможности в навал сыграть. Просто позабрасывать мячи в штрафную. Давайте-ка посмотрим, как перестроится сборная Англии. Райт Филлипс пошел на левый фланг. Только вот чего? Атаки, полузащиты. Ну, полузащиты там уже нет давно, потому что Джерард с левого фланга ушел. Я думаю, что Джерард может сыграть с руни просто двух нападающих, как Джерард играет под торресом в последнее время в сборной Ливерпуля. Ну, а почему нет? Сборная? В смысле, хороший игроков сборной? Да, так и есть. Джерард впереди, а у Лэмпорда все-таки не видно. Как и Джерард в том объеме, в котором должны работать и проявлять себя эти футболисты. Последние 10 минут матча. 1-1. Джерард отпускает от себя мяч и Тимасчук в идеальном подкате выбивает мяч за пределы поля. Аут будет бросать английская команда. Терри. Ну, а вот сейчас не навесишь, потому что не на кого. Да, Терри, что-то с ним случилось. Не в порядке он, как мне кажется. здесь первый на мяче вратарь, пяток. Не в порядке. Не в порядке он! Последний раз Англия теряла очки с Чехией на своем поле, сыграв в ничью 2-2. Было это в прошлом году. Ну и запели гимн болельщики. Они хотят выиграть сегодняшний поединок с Чехией в августе. Это было в прошлом году до капеллы. Нет, вообще-то уже, конечно, на поле капеллы это было. Так что на своем поле получается ничья с Чехией. Но все остальное англичане выиграли. Последний матч, причем с общим счетом 9-1. 5-1 была выиграна Казахстан, 4-0. Словакия. Это разные статусы матча. Но вот сегодня 1-1 с Украиной. Так что не исключено, подготовку к Чемпионату мира придется отложить. Но некоторое время, до лета, когда англичане проведут свои следующие матчи. Ну, там, конечно, матчи такие, что в пору действительно беспокоятся за судьбу английской сборной, ее попадание на Чемпионат мира. Выезд в Казахстан, потом дома с Андоррой. Я думаю, никто не сомневается, что не возьмет столько очков, сколько нужно. Ну и опять-таки, учитывая такой календарь, англичанам по большому счету совершенно все равно, чем закончится сегодняшний матч. А вот Украине действительно это очко не помешает. Оно, я не думаю, что будет ключевым в борьбе с хорватами. Но все равно приятно, все равно с психологической точки зрения это событие. Это для украинского футбола событие, потому что федерация молодая. Таких матчей в истории Украины пока не так много. И, конечно, это вот, собственно, история пишется вот на наши с вами глаза. Штрафной для Бэкхэма. Ну, правда, Краучи нет, поэтому не очень понятно, как его выполнять. В сторону Фердинандэстерри, наверное. Бэкхэма, кроме как со стандартов, англичанам не удалось использовать пока что. Ну, зато вот сейчас есть возможность исполнить свой коронный навес. И он получился. Вот вам и Бэкхэм. Джон Терри исправил свою ошибку. 2-1, Англия впереди. Кто будет спорить, что Бэкхэм пока что для сборной Англии, да вообще для той команды, где он играет, Милан, это сборная Англии, Лос-Анджелес Гэлакси или какой-то другой клуб, футболист незаменимый. Своё дело он знает. И в самый нужный момент, как правило, выстреливает либо ударом со штрафного, либо навесом. Вот за этим он и вышел на замену. Изумительный навес на Джерарда. Джерард перевесел в воздухе, по-моему, Милевского. Кстати, вот наверняка Алексей Михаличенко это будет разбирать потом с командой. Очень слабо украинцы сегодня сыграли на втором этаже. Просто всё проиграли, что можно. Хотя вы мне возразите, а как же Украина забила со стандарта. Но вы вспомните, куда мяч попал Джонсону, вбок. Там головой-то толком никто и не играл. И вот такой любопытный матч. Мы с вами получаем три мяча, забитых со стандартного положения. И Джон Терри, который, как мне показалось, довольно нервно играл в обороне, записывает на свой счёт гол плюс пас. Представляете, вот такой любопытнейший расклад. Сегодняшний матч. Забить Англии за пять минут будет очень сложно. В вороты сборной Англии. И, что называется, на удержание счёта. Сейчас поиграет английская команда. Ну что ж, если так всё и закончится, это будет... Вообще, это тринадцатый матч, да? Я, кстати, не обратил на это внимание. Но тринадцатый в Англии матч. Это тринадцатая вообще цифра хорошая. Англичане к этой цифре суеверия никакого не испытывают. Я думаю, вы обратили внимание. Многие воротари с удовольствием вносят тринадцатый номер. Вот и футболист имеется Джагелка под тринадцатым номером. Выходит он вместо Фердинанда. Так что тринадцатый матч. Капелло и, похоже, всё идёт в десятой победе при одной ничьи и двух поражениях. Но поражение англичане потерпели в товарищеских матчах. От Испании, конечно, было неприятное поражение для Фабио Капелло. Потому что там, конечно, потрепали испанцы в английскую команду. Но зато немцы в принципиальном матче англичане обыграли на выезде 2-1. Свет принципиальнейших соперников. Ну и Франция, да, вот то самое поражение. Когда только-только Капелло приступил к работе. Победил Швейцарию и бах 0-1 с Францией. Хотя, на мой взгляд, тогда Англия не играла плохо. Просто вот так матч сложился не в пользу команды Капелло по счёту. Ладно, давайте закончим с воспоминаниями. Ещё вспоминать. Время придёт. Заканчивается игра. Восемьдесят девятая минута. Феерическим этот поединок, прямо скажем, не получился. Максим Калиниченко выходит вместо Силюсера на концовку этого матча. Ну, за одну минуту сложно исполнить штрафной а-ля Бекхов. Хотя Калиниченко умеет штрафные бить. Но я не скажу, не хуже Бекхову. Но умеет Максим как надо их исполнять. И самое главное, что он умеет их исполнять не только как надо, но и когда надо. Маловато ему дали игрового времени сегодня. Находящийся на поле третий по опыту Калиниченко. Вот 41-й матч за сборку. Последняя минута. Всё. Теперь идёт к тому, что можно, ну, если не поздравлять Англию с выходом досрочным в финальную часть чемпионата мира, то, по крайней мере, говорить о том, что борьба в группе 6 пойдёт за второе место между сборными Украины, Хорватией, да и, пожалуй, всё, потому что белорусы вряд ли в эту борьбу всерьёз так включатся. Хотя, кто знает, посмотрим. Возможно, и они попадаются. Пока штрафной выполняют гости на 91-й минуте. Удар! Но это красиво смотрелось. И для Джеймса ночи оказалось очень больно. Я думаю, что, несмотря на поражение украинской сборной, если оно будет зафиксировано, всё-таки болельщики этой команды то, что хотели, увидели. Они увидели Андрея Шевченко на поле, они увидели его гол. Вчера возвращаясь к соображению, что изначально украинская сборная ставила перед собой задачу сыграть здесь в ничью. Ну, а когда ты едешь с мыслями о ничьей и явно играешь по тактике, и по всем остальным параметрам на эту самую ничью, добиться такого результата крайне сложно. Лампар бьёт прямо в руки пятого. Никакой трагедии не происходит. Ключевой матч украинская команда проведёт 6 июня в Загребе против сборной Хорватии. А сегодня был мастер-класс. С одной стороны, с другой стороны, памятное событие, игра национальной сборной Украины на Уэмбли. И для каждого в отдельности футболиста, конечно, это событие вполне знаковое. Я имею в виду футболистов сборной Украины. 92-я минута заканчивается. Милевский падает в штрафной площади по собственной инициативе, по мнению арбитра Ларсена. Тимощук с уважением отнёсся к нему руне. Не стал бить отбега Зенита по ногам. Мячом владеет украинская команда. Впечатляет разница мячей. Сборная Англия 16-4. Вы смотрели матч, я полагаю. Испания и Турция. И знаете, чем всё закончилось? По-прежнему чемпионы Европы демонстрируют стабильность и лучший результат. Но ангельчане не отстают. Пятая победа подряд. Видимо, будут зафиксированы. Скоро уже прозвучит финальный свисток. Фабио Капелло набирает очередные не только очки, а висты. И остается неразрешимы пока единственная. Проблема существенная Лэмпорт и Джерард. Как всё-таки выжить из них максимум? Пока мы с вами видим, что даже великому Капелло это не удаётся. Лэмпорт и Джерард вдвоём на поле смотрятся в сборной хуже, чем по отдельности в клубе. Ну а Джерард словно вообще превращается в какого-то другого футболиста. Какой объём работы, какие горящие глаза, какой драйв сумасшедший в Ливерпуле. И куда это всё пропадает, когда он приезжает в сборную. Уму не постижает. Студён ждёт финальный свисток. Достаточно много добавил орбит. Четвёртую минуту переигрывают футболисты. Чикринский возвращает мяч к пятому. Мазаренко. Идуточный пас. Бэкхэм. И свисток арбитра фиксирует пятую победу подряд Фабио Капелло. 2-1. Англичане обыгрывают Украину. Питер Крауч и Джон Терри отличились у хозяев поля. Андрей Шевченко забил свой очередной гол за сборную. Но, конечно, объятия бывших одноклубников. Пожелаем Андрею голов ещё побольше и радовать нас хорошим футболом. Я думаю, это важно, что он сегодня забил. Поздравляем Фабио Капелло. Ничего страшного с Украиной не произошло. Мы выиграли достойно на таком сложном выезде, на таком стадионе. Памятном, знаковом, знаменитом. 7 очков остаётся у украинцев. У хорватов тоже 7. При этом Украина игра в запасе. Всё нормально, надо играть ничью в Загребе, обыгрывать хорватов дома и не терять очки в прочих матчах. Особенно с теми, кто везут с Казахстаном, с Андоррой. Вот и всё. 15 очков у англичан. 5 матчей, 5 побед. 16 забиты, 4 пропущены. В общем, Капелло обещал начать подготовку к чемпионату мира. Так, наверное, и будет. Потому что следующие два соперника, Казахстан и Андорра, вряд ли здесь можно ждать каких-то сенсаций. Всё об этом матче. Сергей Вечерканцев уже и смотрел. Спасибо вам и до свидания.